Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Вот только водителям, которых сняла конкретно эта камера, не до улыбок. Да и сами треноги зачастую не без грешка. Генпрокуратура поручила проверить работу систем фото-видеофиксации в регионах. Во вторник старший помощник межрайонного прокурора изучил размещение камер в Ивановском районе и в городском округе Кохма. Фоторадарный Крис-П, в народе их прозвали Крисами, пристально следит за теми, кто очень спешит. Неподалеку в машине оператор или, как он себя называет, сторож. На основании чего этот мужчина здесь находится, непонятно. Но с него какой спрос? Сопроводительной документации руководство ему не вручило. Сторожит камеру он уже не один год. Лицо просит не показывать. Отношения в обществе к его работе негативно агрессивные. А на каком расстоянии непосредственно от участка дороги? Метра от дороги. Метра от 90 до метра 20. Высота, чтобы было не прятать. И угол 25 градусов съемки. Сейчас какое расстояние у вас? Камеры? Около 3 метров. Около? Примерно? 3 метра, да. То есть рулетка есть? Все по инструкции нет. Рулетки нет? А каким образом тогда вы установили, что там 3 метра? 3-5 метра разрешается. Там это расстояние есть. То есть камера поставлена примерно? Да, поставлена примерно. Как и в Кохме. Оператор тоже без документов и установил оборудование согласно жизненному опыту и глазомеру. Прокурор больше доверяет рулетке. Есть четко рекомендованная высота и угол установки оборудования. Расстояние до края проезжей части. Камеры устанавливаются, как мы выяснили уже на двух точках, сотрудниками организации. Как они говорят, в простонародье, на глазок. То есть согласно личному опыту, то есть без учета все-таки каких-либо тех же природных факторов, то есть опять же выбора площадки расположения данной камеры. То есть этот факт уже вызывает вопрос, возможность ли именно таким образом устанавливать камеры. Всего в регионе работает 11 постов вот такой передвижной фиксации нарушений правил дорожного движения. Частников в Ивановской области нет. Все камеры находятся на балансе Департамента развития информационного общества. Именно туда каждый вечер оператор привозит флеш-накопитель с отснятым материалом. Прокурорская проверка только началась. Чтобы делать выводы надзорному ведомству, предстоит хорошенько разобраться в тонкостях, запросить и изучить ряд документов. И только тогда станет ясно, насколько жесткими будут меры прокурорского реагирования. Однако сейчас можно сказать точно, установка камер с нарушениями может играть и против, и на пользу водителей. Например, бракованные снимки не могут стать поводом для штрафа.